Семья и школа. Как часто бывает так, что эти два важнейших социальных института стоят как будто бы по разные стороны баррикады. Родители недовольны тем, что от них и от их детей постоянно что-то требуют. Учителя возмущаются, что современным детям, а также их мамам и папам ничего не нужно. В чем причина? Как выстроить эффективные взаимодействия между семьей ребенка и учебным заведением? Об этом мы поговорим в программе «Детский мир». Меня зовут Юлия Молостова, и мы начинаем. Ибрагимовская школа Кумандыгского района. Учебный процесс как везде, а вот воспитательный на миру. То есть учителя, ученики, родители и в целом все село находятся в теснейшем взаимодействии. Слух об этой школе разнесся в самом начале 2000-х, когда, выступая за прекращение атаки США на Ирак, ибрагимовцы связали платок мира. Началось все с уроков труда. Потом школа удивила всех уличным театром. Сценки списаны с реальной жизнью сельчан. Прилюдно. Дети могут линчевать мужичка, отлынивающего от работы, или бабушку, приторговывающую спиртным. Здесь постоянно проходят какие-нибудь акции. То «Самый лучший двор», оценку взрослым людям дают дети. То «Праздник урожая». И уже два года акция «Старший друг». За семьями социального риска закреплены педагоги. Вот, к примеру, Владимир Болтунов. Он один воспитывает внуков. Учительница интересуется тем, как устроен быт детей, оценивает их эмоциональное состояние. В летнее время учителя-шефы помогают таким ребятишкам приобрести путевки в оздоровительные лагеря. Подготовка к началу нового учебного года. Столько много вопросов. Готовы ли дети в таких семьях в школу? Есть ли форма? Пусть она будет старенькая, но надо ее привести в надлежащий вид. Получены ли учебники? Есть ли канцелярские принадлежности? Да даже просто напомнить маме, что нужно освободить стол, и здесь будет ребенок учить уроки. И то это уже толчок. В Ибрагимово ежегодно проходит акция, объединяющая взрослых и детей. Называется «Моя семья плюс школа». Кто-то из родителей расчистил родник, кто-то организовал для ребят сплав. Ни одно доброе дело не проходит мимо школы. Все дети собираются со своими родителями. И вот здесь, когда мы награждаем, например, родителей, ребенок тоже гордится своей семьей, правильно, своей мамой, папой, и старается уже быть похожим на него или на нее. Поздравляем! 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 В текущем учебном году система воспитания номеров стала развиваться еще в одном направлении – привлечения детей к работе на земле. Открылся так называемый аграрный класс. Глава крестьянского хозяйства «Спутник» фермер Сергей Дударев стал своеобразным наставником для ребят. У него уже сейчас есть потенциальные последователи – подростки, которые мечтают работать на селе. Мне в селе более будет удобнее. Тут много знакомых, друзей. Если я, например, хочу, как Сергей Николаевич, такое же хозяйство, например, открывать, то мне тут помогут. Педагоги из села Ибрагимова считают, что формирование ребенка, семья, школа и социум должны действовать сообща. Воспитать достойного человека можно только тогда, когда взяться за это всем миром. Как объединить семью и школу? Секретами успеха поделятся жители, пожалуй, одного из самых сплоченных сел нашего региона. Несмотря на довольно внушительное расстояние от Кумандыкского района, от Оренбурга, эти люди нашли возможность приехать к нам в студию. Я с удовольствием представляю первую гостью нашей программы. Заместитель директора Ибрагимовской школы по воспитательной работе Елена Ивановна Литовкина. Елена Ивановна, здравствуйте. Была в вашем селе и знаю, что село многонациональное. И вот в связи с этим тоже проводятся какие-то определенные праздники, тоже идет своего рода сплочение. Об этом расскажите. Вы знаете, мы провели акцию, которую назвали «Живем мы дружной семьей». В селе проживают люди 14 национальностей. И вот я с уверенностью теперь могу сказать о том, что мы практически все знаем о каждой семье. Почему? Во-первых, мы сначала шили куклы в национальных костюмах, потом оформляли альбомы, где описывали традиции, обычаи той или иной национальности. А когда проводили фестиваль национальных культур, то за одним столом сидели русские башкиры, украинцы и армяне, делились секретами, именно секретами национальной кухни, рассказывали о своих предках. Вот это, мы считаем, действительно является уроком жизни для наших ребят. И я думаю, что проводя такие мероприятия, наши дети будут всегда жить в мире. У нас основной принцип – принцип воспитания на миру, и мы работаем со всеми жителями нашего села, не только с нашими учениками. Так, например, традиционным у нас стало проведение новогодних посиделок для старейших жителей нашего села. А недавно у нас появилась новая традиция – традиция проведения праздников новорожденных. И главными героями этого праздника являются дети от шести дней до года. Однажды наша съемочная бригада попала на такой праздник. В кабинете семейного воспитания собрались мамы со своими малышами. Сначала ребятне предложили определиться с профессиональным выбором. Одни сразу же в управленцы метят, другие думают о покорении дорог. Малыши проголодались, и заботливый жар птицы принесла им обед. В школе подсчитали, что через семь лет эти ребятишки придут учиться к Елене Владимировне Ковалевой. На память первая фотокласса. Елена Ивановна, я знаю, что ветеранам, пожилым людям вы уделяете особое внимание. И вот последний из примеров – это как раз-таки крещенские праздники. Расскажите, как они прошли в селе Ибрагимово? Вы знаете, члены нашей волонтерской группы пришли к нам с предложением, вышли к нам с предложением. Дети? Дети, да, дети. Говорит, мы точно знаем, что не все наши старики смогли набрать крещенской воды. Набрали крещенской воды. Вместе с детьми. Вместе с детьми получили благословение батюшке, и затем отправились по улицам нашего села. Раздать эту воду. Назвали мы эту акцию «Крещенская благодать». И в принципе самое интересное то, что это не требует больших затрат. Немножечко внимания за то, какой хороший положительный результат. Елена Ивановна, столько замечательных творческих проектов, и я абсолютно уверена, что и сейчас вы работаете над каким-то очередным заданием, над каким-то очередным проектом. Последняя идея, которая родилась у нас, это провести не просто сельский праздник, а провести праздник всего Кувандыкского района. И назвали мы этот праздник «Праздник песни и души». То есть мы хотим собрать всё население Кувандыкского района у нас, на Ибрагимовской земле, и просто-напросто в большом хоровом кругу попеть песни. Мы решили, что это будет проходить на школьной площади, и будет накрыт огромный стол с чаем, с самоваром, с различными печёностями. То есть после песни обязательно застольные разговоры. Елена Ивановна, главная тема нашей программы – это семья и школа, как объединить эти два значимых социальных института. И вот ваша главная рекомендация, ваш главный совет. Вы знаете, как можно больше вовлекать наших ребят в социально значимую деятельность. Ведь именно социально значимая деятельность позволяет им узнать, что мир взрослых очень разнообразный, а им, может быть, встретиться придётся с разными крутыми поворотами. И к этому надо быть готовыми. У нас политика педагогическая теперь своеобразная, политика звёздной педагогики. Наши дети – это маленькие звёздочки на нашем школьном небосклоне. Мы стараемся вместе с семьёй сделать так, чтобы нашим детям школа стала школой радости, школой успеха, школой здоровья, школой педагогического мастерства и школой сотрудничества. И нашему коллективу пришлись по сердцу такие замечательные строчки. Здесь корни земли, здесь истоки народов, снегов белизна, алый отблеск восхода, и купол небес ослепительно синий, и сельские дети – надежда России. Елена Ивановна, спасибо вам большое и удачи! Спасибо! С нашей предыдущей гостью мы уже говорили о том, что школе подвластно многое, в том числе влиять на внутрисемейные связи, укреплять их. Остановимся на этом подробнее. И у нас в гостях семья Емельяненко – папа Сергей Анатольевич и дочка Ульяна. Сергей Анатольевич, вы скажите, пожалуйста, с чем приехали? Я знаю, что это семейное древо. Да, это у нас генеалогическое дерево такое. У нас в школе объявляли конкурс проектов, и вот мы задумали такой проект. Началось все с Ульяны. Она пришла, у нас конкурс, надо сделать дерево. Это я, Емельяненко Ульяна. У меня есть моя сестра, Алена Сергеевна. Она учится в Агарном университете. Мама Светлана Рисламовна. Она директор клуба СДК. Это моя собака Рексик, его зовут, он мальчик. Он у меня стражевой пёс. Вот когда я иду со школы, свистну, а Рексик там далеко-далеко слышит и прибегает ко мне. Вот эти все листочки, это в нашей семье всё. А что у вас там, Ульяна? Забота, счастье, красота, дружба, радость, любовь, праздники, понимание, уважение. А вот сведения вы собирали внутри села Ибрагимово или куда-то выезжали за пределы? Мама с папой мои, они в Петербурге живут. Одна тётя у меня в Светлом живёт. Одним селом тут никак не ограничиться. В прошлом году по инициативе тоже Света с сёстрами, вот их три сестры, как бы они взяли на себя инициативу и провели праздник села Бескужи. Вот такой красивый, хороший... То есть от того самого села, откуда супруга ваша? Да, да, там, в принципе, сейчас уже живёт один или два человека, то есть как бы уже всё село. Нету как-то кого-то, у кого-то дача есть, у кого-то вот родительские дома, допустим. Это Кувандыкский район? Да, это Кувандыкский район, но там в горах, в горах, в ущелье между гор, вот эта деревня, там ни связи, там ни сотовый телефон не берёт, ничего там нет. А как же праздник провели? Для кого? Ну, знаете, вот так вот созвонились, списались, через интернет списались. То есть народу приехало много, больше ста человек было. Они вернулись на родину, эти ста человек? Да, там было столько эмоций. Мы вышли на главу сельского совета, в чьём ведении эта деревня находится. Он нам помог, предоставил электростанцию. То есть мы туда привезли аппаратуру, оформление сделали красивое. Ролик есть о Бескужее в интернете, если интересно посмотреть. Какая связь получается? В школе объявили конкурс проектов, вы занялись родословной. И вот эта родословная куда привела? Да, я выливаюсь вот так и проще. Привела вот в этот сельский праздник. Сергей Анатольевич, вы при этом какие чувства испытали? Не описать, какие чувства. Как бы вот у нас такое стремительное время, так всё у нас вот быстро, всё так быстро меняется, всё это электроникой напичканной. Это когда вот туда, когда вот именно к истокам, как бы получается, припадаешь, чувство такого восхищения и желания жить. Вот такое составление родословное, оно так сближает родственников, ну, по крайней мере, вот нас самих, вот кто занимается этим, сближается с родственниками. И помогает, что ли, понять предыдущие поколения и помогает делать меньше ошибок в общении с последующим поколением. На самом деле это потрясающе интересно узнавать свою родословную, погружаться вот в эти корни, ощущать эту тайную связь времён и чувствовать себя причастным к тому поколению, которое появилось за столетия до тебя, и тебя не будет, а оно будет ещё продолжаться. Это же как удивительно. Спасибо вам большое. Наверное, многим знакома такая ситуация, когда девушка умница. Азистат с отличием, красный диплом, выходит во взрослую жизнь, выходит замуж, и хозяйкой становится абсолютно никакой. А всё почему? Потому что ни в школе, ни дома её не научили быть хранительницей домашнего очага. А ведь именно от этого зависит мир в семье, спокойствие, благополучие. Ну и, конечно, именно от этого создаётся то самое ощущение дома. У нас в гостях сегодня руководители творческой мастерской Пьеро Наталья Петровна Курносенко и её воспитанницы Надежда и Ольга. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Петровна, скажите, пожалуйста, чему вы учите своих девчонок? Учим девчат быть более хозяйственными, учим делать много полезных вещей для дома, учим создавать красоту своими руками. Мы занимаемся лоскутной техникой, и занимаемся изонитью. Последнее увлечение наше – это квиллинг. То есть это бумагокручение идёт. Тоже очень интересная работа. Много ребят увлеклись этим делом. Оля, у тебя в руках очень интересная работа. Что это за техника такая, и насколько сложно выполнить такую работу? Эта техника называется изонить. Она выполняется нитками, то есть, как всегда, нитки вдеваются в уголку и шьют уже не по ткани, а по картону. Абсолютно простыми средствами идёт заполнение рисунка. Тут есть всего лишь несколько элементов заполнения окружности, угла и прямые линии. То есть вот буквально три этапа, три элемента, которые должен знать ученик. А уже с помощью их можно сделать целые картины. Оля, расскажи, пожалуйста, технику. Как выполнить такую работу? С чего нужно начать? Делаем окружный шов, чтобы не видно было картона. А потом уже стежками мы показываем свет, то есть делаем более светлыми нитями. И вот, например, тень. Делаем более тёмными нитями. Надюш, скажи, пожалуйста, как ты попала в кружок пьеро, в творческую мастерскую? Что тебя привело? Когда я пришла в школу, в Брагиму учиться, все выжигали у нас. Но я решила попробовать тоже, как все делают, и я тоже. Что тебе дали эти занятия в Брагимовской школе? Я поняла, что ты приезжая, что ты училась до этого в другой школе. В школе и именно в творческой мастерской? Ну, можно делать всякие вещи интересные, из-за ничего, сделать такое украшение какое-нибудь. Они делают отличные украшения для волос. Девчата сами для себя, и особенно выпускницы. К последнему звонку прям всегда у нас целое паломничество. Они делают бантики, банты для мам в подарок. Наталья Петровна, но и главная интрига нашей сегодняшней встречи – вот это замечательное произведение. Что это? Это развивающий коврик для маленьких детей. Для детей, наверное, возраста двух-трёх лет. Может его изготовить любая мама и бабушка для своего малыша. Итак, это коврик, коврик времена годы. Значит, здесь у нас коврик-книжка, то есть дерево-книжка, которая рассказывает о каждом времени года. Например, зима. Мы можем рассказать на этой страничке, какие цвета у нас присущи зимы. Можно даже использовать эту страничку как счётный материал. То есть можно посчитать голубые снежинки, белые снежинки, большие и маленькие. Поговорить об этих значениях. Можно рассказать о медведе, который в это время засыпает в берлоге своей. И так далее. Дальше мы переворачиваем и делаем, и смотрим, что же у нас происходит дальше. А дальше у нас весна. И мы также можем рассказать, что сошёл уже снег, что у нас расцветают деревья, на деревьях появляются красивые цветы. И тоже можно использовать эту страничку как тот же самый счётный материал. То есть посчитать розовые цветы и белые цветочки, большие и маленькие. И так далее. Наталья Петровна, вы говорите, что любая мама может сделать его своими руками. Немножечко расскажете, как его сделать, и, может быть, даже покажем. Покажем. Для начала мы возьмём обычную ткань. Это шёлк. Уплотнитель. Это флизелин, по-моему, да? Уплотнили флизелином. Да. Берём лекало. Это у нас шаблон дерева. И начинаем обводить. То есть нужно подобрать ткань, соответственно, времени года. Ну и вот вырезанные лепестки, вырезанные кроны деревьев мы теперь соединяем в книжку. То есть нам нужно подготовить, чтобы книжечка у нас листалась, и четыре времени года были прикреплены друг с другом. То же самое мы делаем с полянками. То есть мы каждую, соответственно, времени года выкраиваем полянку с нужного цвета. И то же самое сшиваем, как книжицу. На полянку нашита часть ствола, для того, чтобы удобнее было листать. Нам остаётся только декоративно украсить сами кроны, тоже в соответствии с нужным временем года. Декоративные элементы для нашей кроны мы будем делать с помощью выжигателя. Выжигателя по ткани. Чем он отличается от обыкновенной? Он заточен очень остро, как настоящая шариковая пишущая ручка. Вот таким образом мы заготавливаем цветочки для весны, снежинки для зимы и яблочки для лета. Для осени мы делаем яблочки объёмные. То есть обыкновенный круг собираем ниточкой через край и стягиваем. То есть у нас получаются объёмные яблочки, для того, чтобы их можно было потом малышу снимать. Ну и вот получается в результате у нас вот такая вот работа, вот такое вот лето. Наталья Петровна, спасибо вам огромное. Я думаю, ваши воспитанницы вырастут настоящими хозяйками. И в их доме всегда будет уют и красота. Правда, я говорю, девочки? На запись программы «Детский мир» Наталья Курносенко привезла из Абрагимова и другие работы, выполненные воспитанниками творческой мастерской «Пьеро». Вот они делают их обычные сельские девочки. Вместе со своим наставником они же занимают призовые места. Одна из последних побед была в конце прошлого года в Москве на конкурсе художественно-прикладного творчества «Сказочная страна детства». Дорогие телезрители, вы и ваши дети можете стать участниками программы «Детский мир». Темы ближайших выпусков вы видите на своих экранах. Отправляйте нам заявки по электронной почте социал-инфо-собака-яндекс.ру или же звоните по телефону 388-250. Ждем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова